здравствуйте ребят сегодня мы с вами будем рассматривать именно мешок для сна спальный мешок поставляется он вот в таком пакете вернее это не пакет пакет я уже сбросил естественно здесь у нас вот такой вот такая сумочка читайте что здесь написано делайте на ставьте на стоп кадр с этой стороны у нас тоже ребят прошу кстати вас помочь мне здесь посмотрите внизу плюс 14 плюс 9 и 0 что это за температура фиг его знает то есть это максимально это средняя наверно комфортная плюс 9 фиг узнать не знаю ребят я попрошу значит помочь мне в комментариях написать что вы думаете именно по этим цифрам потому что это моя первая мой первый спальный мешок я как бы не в курсе вообще что это такое поэтому к ней инструкции никакой нет а вот просто написано здесь как вы видите плюс 14 это комфорт плюс 9 это лимит и то есть это минимум до получается плюс 9 это минимум нормально себя будешь чувствовать вот именно в плюс 9 по минимуму 0 это уже экстремальная температура насколько я понимаю именно комфортно это плюс 14 ну я думаю именно так исходя из тех собственно говоря видео которых я рассмотрел и так здесь у нас опять же вот такой вот замочек ну и какая-то непонятная шляпа вот здесь давайте сразу я посмотрел просто по отзывам очень люди довольны на самом деле этим спальным мешком именно поэтому якобы его и взял теперь все внимание на спальный мешок давайте посмотрим как он выглядит конечно же максимально моего раскрывать не будем но в целом можно будет посмотреть как он выглядит здесь у нас широкая сторона вот и здесь у нас как бы узкая стана что-то мне кажется что узкая сторона совсем узкая и для меня а то она же сложена она же сложена в два раза это вообще получается узкая сторона вот ноги вот здесь вот будут давайте посмотрим я уже на нем лежу и мне уже достаточно тепло значит здесь у нас пошив хороший пошив хороший кстати было сказано что это тип одеяло но ребята ну не раскрывается как одеяло это именно кокон и как одеяло невозможно пользоваться прошивка очень хорошая прошивка именно самой молнии я не вижу ни одной ниточки нигде значит почему я еще выбрал потому что он какой-то сыроватый здесь что ли значит здесь есть красная обивочка сам он синий темно-синий по моему внутри есть нитка для того чтобы а вот вот молния у нас кстати вот обратите внимание здесь вот молния и замок липучка только в этом случае после того как мы открыли эту липучку после этого мы можем открывать уже сам замок замок у нас с двух сторон ну я имею ввиду не замок а то есть вы можете изнутри и снаружи открывать по моим ощущениям ребят ну химия химия сплошная именно вот этой ткани вот эти вот ткани и эта ткань знаете она вроде как и теплая с одной стороны ну а с другой стороны как-то не совсем комфортно именно голому телу дальше вот он здесь у нас надпись axiom по ширине она прям ну такая ну массивная ребят вот и плечи так секундочку давайте посмотрим вот мои плечи да я лично думаю что должно хватить лично мне ну подголовный подголовник нормальный что тут еще можно посмотреть давайте еще глянем у нас есть некоторое время быстренько на молнии у нас открывается и да и у нас он легенький такой вообще он весит 900 грамм ссылочку кто захочет попросить у меня в комментариях я естественно вам ее да и открывается он не полностью к сожалению никак одеяло вот но не знаю думаю будет комфортно с обратной стороны у нас тоже самое выглядит вот примерно так и давайте посмотрим что же у нас запах такой какой-то затхлый ну я не чувствую что кто-то использовал его вот максимальная ширина для ног здесь я не вижу ни одной ниточки ребят сделано все хорошо ну вот единственный момент это вот ниточка вот маленькая ниточка если вам ее будет видно но в основном мне кажется что все даже очень хорошо кстати есть еще вот такой вот клапан отдельный клапан да вот когда вы закрываете молнию клапаном она закрывает ну как клапан это просто тряпочка такая да и все и по и по моему здесь еще был где-то был какой-то внутренний карман но я его почему-то сейчас не вижу если будет если я его найду этот карман ребята я обязательно вам его отпишусь в самом верхнем комментарии под этим видео ну что ж спасибо что были на этом все спасибо всем удачи пока пока